Меня зовут Кристина, мне 27 лет и у меня двое деток. Это двойняшки, две девочки, Даша и Наташа. Девочкам вот в мае было 5 лет. В 2 годика нам сказали посетить невролога, потому что есть у девочек какие-то вот задержки в самом развитии, то есть и в речи. Реакция у нас была, знаете, сначала это как отрицание называется, да, то есть зачем? Дети нормальные, то есть вполне все нормально, они еще маленькие, как нас вот успокаивали в основном. Они заговорят, не беспокойтесь, то есть все еще будет. Самое трудное, наверное, то, что когда хочешь помочь ребенку, но ты не можешь как бы выделить эту помощь ему, да, и это самое тяжелое, то, что ты понимаешь, что это не в твоих силах. У девчонок задержка эмоционально-речевого развития. Такие детки, опять же, повторюсь, они более эмоциональны, то есть если она села что-то делать, рисовать, писать, там, не знаю, у нее что-то не получилось, она сразу же все выкидывает, то есть начинаются такие вот психи. Или же долго за занятием она не сидит, то есть тоже внимание ее вот, чтобы что одна, что вторая, да, Дашка и Наташка, долго вот они не могут заниматься одним и тем же делом. Вот если на улице, да, они гуляют, они могут психануть, то есть они могут убежать, они могут, не видят, что там машина, да, ездит, то есть им нету страха вот этого вот. Поэтому нужен постоянно присмотр. Бывает, что они грустят, да, но тоже не всегда можно понять, почему. Как раз центр только открылся с сентября месяца, вот это здание, и мы вот позвонили, нас приняли с удовольствием. Мы видели, как другие мамы не сдаются, даже при таких, да, серьезных каких-то диагнозах. Ребенок, который на коляске, да, его нужно поднять, его нужно переодеть. Вот и мы подумали, что все-таки у нас не так все сложно, и мы тоже справимся с этим. Комиссия была, то есть нас посмотрели, все, деток протестировали, вот, и начались у них тут занятия, начались у них здесь процедуры различные, то есть гидрованны, массажи, бассейн, и занятия с логопедом, с дефектологом, с психологом. Сейчас мамы должны присутствовать на всех процедурах у деток, но это все же, мне кажется, и лучше, так как и мама видит, чем ребенок занимается, да, и ребенку спокойнее, так. Мы не отчаялись, потому что, мне кажется, этого не нужно делать ни в коем случае, так как все-таки детки это видят, что мама, например, переживает, мама, как бы, жертвует, да, с собой ради ребенка, ну, это не нужно делать. Ребенку, как бы, нужна любящая и счастливая мама, так скажем. Главный ключ к выживанию всеми, где есть детки с трудностями, то есть это, ну, не нужно, например, как бы забиваться в этом, да, в этой вот рутине, так сказать. Нужен все равно отдых для мамы, в любом случае, хотя бы раз в неделю, хотя бы на пару часов, да, то есть есть бабушки, дедушки, которые с удовольствием возьмут деток, возьмите мужа, например, да, и можно выбраться куда-то, просто отдохнуть. У нас с мужем, например, планы есть не только раз в неделю, то есть отдых у нас есть на всю жизнь, свои планы, свои, так сказать, задумки, да. Но мы верим, что все же с девочками все будет в порядке, и наша любовь, как бы семейный вот этот вот очаг, так сказать, все-таки сотворит чудо и все нормализуется. Я так надеюсь очень. Я хотела бы пожелать, наверное, всем мамам, особенных деток, чтобы они не отчаивались, все-таки не отчаивались, потому что деткам нужна все-таки мама счастливая и любящая, чтобы они видели маму в таком виде и никогда не грустно, чтобы она никогда не грустила. А что может такую маму сделать счастливой? Нужно верить, наверное, в своего ребенка все-таки и не ставить его как особенного, да, то есть относиться к нему как к обычному ребенку, чтобы и он себя так чувствовал. Может быть сейчас мама какая-то просмотрит эту программу, да, и увидит и скажет, что как можно быть счастливым, если ребенок не ходит, например, да, он, то есть в коляске, вот такого вот плана. Ну, если взять это с другой стороны, мир интернета, да, то есть может быть он будет каким-то там программистом, да, вот он будет сидеть возле компьютера, то есть шансы должны быть, мне кажется, у каждого. Поэтому мне нужно отчаиваться и нужно верить только в лучшее.